Комиксы для неслышащих, как отдельный вид искусства. Девушка из Краснодара прославилась в сети интернет, создавая смешные иллюстрации о своей жизни. О том, как зародилась идея переносить рисунки на электронный холст, расскажет моя коллега Милана Русова. Катя Авдейкина не слышит с рождения. Это никогда не мешало девушке заниматься творчеством, находить общий язык со сверстниками, педагогами, да и пользователями соцсетей. Весной этого года она завела страничку в Инстаграм и начала выкладывать свои работы. Комиксы, отображающие непростую жизнь глухих и глухонемых людей. Это я, Катя, художница с нарушением слуха. Буду рисовать и создавать комиксы и обучать русскому жестовому языку. Делитесь и отправляйте своим друзьям. Подписывайтесь на меня. Надеюсь, вам понравится. Значок «Я» с нарушением слуха, на котором изображена героиня ее комиксов, перед выходом на улицу Катерина крепит на груди. На творчество ее изначально подтолкнула проблема с трудоустройством. Выпускницу Санкт-Петербургского специализированного учреждения по приезде в Краснодар отказывались принимать на какую-либо работу. Брать никуда не хотят из-за отсутствия слуха, из-за отсутствия опыта. Проблемы были с устройством на работу. Отработала два месяца, и то по программе от службы занятости. Ну и потом опять начала сидеть дома. В прямом смысле слова сидеть, потому что занятий не было никаких. И, видимо, накопилось у нее вот это вот все, что работы нет, проблемы. Начала рисовать комиксы именно о социальных проблемах глухих, слабослышащих. В своих рисунках Екатерина пытается донести людям, насколько таким, как она, необходима поддержка слышащих. Первые иллюстрации девушка нарисовала всего чуть больше полугода назад. В том паблике она спросила своих на тот момент потенциальных читателей. А у вас такое было? Не всегда глухим удается общаться по губам. На 100% некоторые не понимают. Некоторые могут понять по губам, некоторые не могут. Я решила заниматься рисованием, чтобы слышащие люди больше обратили внимание на проблемы глухих. Ведь они считают, что поведение у глухих, скажем так, не особо нормальное. Но на самом деле это не так. Действительно могут возникать неловкие ситуации. Эти комиксы не просто сцены из жизни, а отличное пособие для каждого из нас. Среди рисунков есть и обучающие языку жестов. В России таких больше нет. Кстати, впереди у Кати работа над сборником для глухих детей заказала его одна из московских организаций. Примечательно, что вышли на неё, увидев смешные иллюстрации в сети. Книжка будет заполнена картинками, которые помогут слышащим родителям понять своё чадо. Уникальным игрушкам из валенной шерсти тоже нашлось место и в комнате, и в жизни Кати. Одним словом, талантливый человек талантлив во всём. Катя настолько эмоциональна и позитивна, что сами комиксы стараются создавать в том же ключе, описывая нелепые ситуации, в которые попадают неслышащие. Это и непростой поход к специалисту по слуховой работе, попытка выйти из маршрутки на свои остановки, походы в продуктовый магазин и не только. На страничке у неё уже около 18 тысяч подписчиков. В комментариях только благодарности за жизнелюбие и старание. И учительница слуховой работы точь-в-точь, как у нас в школе была. Окунулась в воспоминания школьных времён благодаря вам. Спасибо. Я бы напечатал шпаргалки с дактилем и оставил продавцам в ближайших магазинах. Вдруг заинтересуются и выучат. Будет удобно. Нет слов. Просто супер. И прям золотая художница. Молодец. На то, чтобы выразить свои мысли, Екатерине достаточно 8-12 часов. Глядя на иллюстрации, невозможно представить, что мир звуков и слов ей не подвластен. Всё из-за таланта 23-летней художницы, благодаря которым она сделала героями комиксов и нашу съёмочную группу, изобразив тёплую беседу в домашней атмосфере. И вполне возможно, что некоторое время спустя на страничке социальной сети мы сможем наблюдать историю с новым, совсем маленьким персонажем. В скором времени Катя станет мамой.